Борислав Береза, депутат Верховной Рады 8-го созыва, бывший член делегации в ПАСЕ и автор телеграм-канала Березовый СОК. Борислав, здравствуйте. Шалом, шалом, приветствуем вас, приветствуем. Скажите, пожалуйста, вы смотрели этот ролик с Пригожиным, которым вербует в Йошкар-Алинской колонии зэков в свою армию? Банду. Были представители Вагнера, которые все в татуировках, на колочках, в звездах, куполах и все остальное. А откуда мы узнали? Ну, потому что на трупах обгоревших все это неплохо видно. Поэтому ЗСУ нормально относится к этому. Любое мясо, приехавшее из России, становится мясом, правда, дохлым после того, как встречается ЗСУ. Давайте говорить откровенно. Зэк, несмотря на то, что он мог быть наркоманом, убийцей, насильником, он не является кадровым военным. Это раз. Второе. Мотивация его, как любого преступника, выжить, но не на поле боя, а удрать, избежать моментов. То есть это на самом деле пушечное мясо. У них нету боевого слабо, у них нету подготовки. Поэтому да, мясо, которому дали автомат, некоторым дали РПГ, еще что-то. Потом они дохнут. Почему такое количество пытаются набрать? Потому что понимают, что это расходный материал. Когда Пригожин рассказывает историю, что 40 человек ворвалось в акул. Да, да, да. 7 ран, на 3 погибших. Я решил ради этого просто узнать. А, и даже они всех перебили. И тут я вспоминаю историю про какого-то калмыка, который тоже 40 человек перебил. Я начал мониторить и понял, у них какое-то сакральное число, цифра 40. Видимо, 40 дней пока отпевают и никак отпеть не могут. Поэтому, смотрите, то, что я вижу, это информационная волна, вброс. Они все еще пытаются перебить оплеуху, полученную в Харьковской области. И не могут. Не могут переплюнуть ее. Потому что, чтобы перебить такую оплеуху, нужно все-таки предоставить какую-то победу. Победу над украинской армией. А побед нет. Есть постоянное получение по морде. Это регулярно, это уже системно и стабильно. Более того, наши военные постоянно показывают ролики. Захваченная техника, захваченные плены пачками, пачками. 13, 20, 40 человек, кстати. Постоянное большое количество погибших россиян. Что в ответ показывают россияне? Они показывают гордое лицо какого-то человека, который рассказывает о том, что у меня все четенько. Никто не насилует, мародерить нельзя, это нельзя, наркоманы. Да что он врет? Мы же все понимаем, что как раз мародеры получают определенную возможность для себя. Потому что без мародерства российская армия развалится. Это мотивация. Я же общался с пленами. Они четко говорят, нам сказали, что вы можете брать все, что хотите. И это для них большая мотивация, чем что-либо угодно. Поэтому воруют стиралки, поэтому воруют фены, старые трусы или микроволновки. Поэтому и идет такое тотальное разграбление всех квартир, домов, куда приходят россияне на территорию, которую они захватывают. И когда мы выбиваем их, мы приходим, смотрим, что превращают они дома и квартиры. Это свинарники, разграбленные до основания. Поэтому то, что мы видели, это реклама. И помните старый анекдот, когда... Ты не путай, сынок, туризм и эмиграцию. Так и здесь. Не надо путать. Реклама от Пригожина и реальная встреча с Звоборными Силами Украины, которые умеют утилизировать русню и умеют, вне зависимости от того, зэк, военный, мобик или еще какой-нибудь кусок говна. Да, но вот Пригожин как раз-таки в этом ролике говорит, что запрещено алкоголь, наркотики запрещено, мародерство запрещено, сексуальные контакты запрещены. Вы говорите, вы же полгода на эту тему. Когда приходит старик, 90-летний, к врачу и говорит, доктор, помогите, у меня секс два раза в неделю всего. Говорит, простите, сколько вам лет? 90. Два раза в неделю? Да, мой сосед Сема говорит, что у него пять раз в неделю. А Семе сколько лет? 95. И вы говорите. Да, еще меня что поразило в этом ролике, я не знаю, это тоже пропаганда или это на самом деле так и есть, он сказал, что они расходуют артиллерийских снарядов в два-два с половиной раза больше, чем во время Сталинградской битвы. Это вообще реально? Боеприпасов вообще. Боеприпасов, да. Смотрите, вчера вечером российские пропагандисты и СМИ выбросили информацию о том, что пять лодок с десантом, которые высадились, были уничтожены. Ни один человек ни в Генштабе, ни в Збройных силах Украины про этот десант не слышат. Ну это вот, которые по легенде Запорожскую АЭС хотели штурмовать и Энергодар. Нет, вчера новые были. А вчера новые лодки? А, вчера новые лодки? Я, значит, отстал от жизни. Те были на виртуальных баржах, а эти на пяти лодках с веслами. Слушайте, это уже анекдот какой-то. У них какая-то, видимо, кто-то в пиратов в свое время не доигрался, поэтому виртуально придумывают такие истории. Их тоже положил русский спецназ. Так вот, это сказки, которые рассказывают. Ну пусть он рассказывает, что он тратит. Понимаете, у них действительно есть дульная артиллерия, у них реально есть техника. Но, ну, брали мы их склады, брали мы их технику. Да нет у них там такого расхода. В сказке рассказывать может каждый. Другое дело, что на определенных участках фронта российская артиллерия действительно использует, ну, скажем так, шквальный огонь. Это правда. Так вот, я вам могу сказать, что в последнее время паритет меняется. Сейчас ситуация крайне изменилась. Да, это все признают. Это все признают даже в Кремле. Так я вам объясню, почему. Не только потому, что у нас количество стволов увеличилось, а еще и потому, что Хаймерсы работают. И работают очень хорошо. Отработка идет по уничтожению всех логистических цепочек и по уничтожению всех складов, после которых, ну, просто стрелять становится нечем. То есть стволы есть, стрелять нечем. Или же еще другая ситуация. Когда привезли новую технику, а ее в Хаймерсы прилетели и сожгли. Вот такие у нас драконы Залуждова по имени Хаймерсы. Летают, вылетают и расстраивают россиян. Других для них вариантов у нас нет. Поэтому то, что рассказывает повар Путина, смотрите, этот ролик появился не случайно. И он рассказывает то, что хотят слышать в Кремле. И очень многие эксперты уверены, что Пригожина попросили, чтобы этот ролик появился. Не зря он вышел. По одной единственной причине. Его просто очень сильно сеяли. Я, я человек, который работает с информационным пространством, вижу, когда сеется насильно, притом во всех каналах. Мы фиксировали его везде. От строительных телеграм-каналов до порно-каналов. Понимаете? Это значит, что хотели, чтобы увидели все его. Поэтому тут не что иное, как пропагандистское видео с расчетом на перекрытие сигнала. Но сигнал по-прежнему не дается перекрыть. Ни в России, ни в Украине. Потому что те же самые россияне, которые прибегают в комментариях с криком, что у вас с таблом хохлой, как у вас там в кривом рогу водится. И мы отвечаем, что мы спустим. И пройдет все, и все починим. Как с Харьковым свет починили. А что у вас с Русней, которая тысячами в плен сдается и дохнет? А сотни танков, которые мы подбили или взяли в плен. Что с таблом хохлой, в Русня? И вот тут они молчат, потому что ответить нечего. Просто нечего. Вы знаете, Борислав, я думаю, что этот ролик имеет еще одну цель. Они просто-напросто, им лень ездить по всем российским колониям. Вот и все. А так они показали и все увидели. Может, я не знаю. Я не настолько являюсь экспертом по российским колониям, но... Либо денег нет ездить по всем российским колониям. Ну, деньги как раз... Держитесь, это уже к Медведеву. Так вот, тут ситуация гораздо интереснее. На сегодняшний день мы фиксируем призывные рекламные плакаты в России где угодно. От женской консультации до детских садов. Это говорит об одном. Такой посев происходит, когда мобилизация, скрытая мобилизация проваливается. Когда пытаются сигнал продавить на максимальную глубину. Сигнал информационный имеется в виду, чтобы каждый узнал и попробовал все-таки себя. И главное, обратите внимание, нежелание освободить Украину от нацистов, снести Киевский режим, победить жидобандеровцев. Нет. Бабло. 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 Самое главное, что предлагают, я обратил внимание, пожизненные льготы на оплату ЖКХ. Это очень классный бизнес-проект. Тебе обещают пожизненные льготы. И через два месяца максимум, а иногда через две недели, ты уже не можешь воспользоваться этими льготами, потому что тебя уже нет. Нет тела, нет льгот. Все очень просто. Зато у твоей семьи появляются белые жигули. В обмен на гробовые, которые уплачивают за тело. Проваливается мобилизация, проваливается. И мы это видим по многим вещам. Также пленные рассказывают. Комплектация на некоторых участках составляет 60-40%, потому что не могут докомплектовать. Сырые, к сожалению, для них и, к счастью, для нас сейчас у них части. Но это еще один повод объявить всеобщую мобилизацию. Не объявят. Объясняю, почему. Представьте себе. Ну, я понимаю, что вам тяжело представить. И все-таки попробуйте виртуализировать. Вы обычный россиянин. Такой с классическим квасным патриотизмом. Который готов радоваться победам. Который хочет величия России. Который готов говорить о том, что хоть камни с небес, но воевать готов. Исключительно сидя на диване, перед телевизором. И чтобы это его не задевало, и желательно с полторашкой пива в руке. И вот, глядя на все это победобесие, россияне готовы поддерживать Кремль. А если тут к нему приходят и говорят, чувак, одевай костюм, каску 43-го года, и вперед в окопы, а сейчас дожди, холодно, мерзко и все остальное, поверьте. И тут россиянин говорит, секундочку, я под это не подписывался. Давайте что-то другое. Поэтому это запустит определенный взрыв. Хочу напомнить, что 100 лет назад схожая мобилизация, а потом работа агитаторов в окопах привела к революции в Россию. Также хочу напомнить, что в России чаще всего строй сменяется либо насильно в рамках переворота, убийства руководителя, или же свержения строя. Начиная все что угодно. Хрущева снесли фактически, давайте честно говорить. Павла когда-то табакеркой пришибли. В общем, грубо говоря, у них все либо революции, либо убийства. Поэтому у Путина сейчас такой вариант. Убийство еще туда-сюда. Он может как-то постараться предотвратить. А если революция начнется, а защищать будут россияне сами себя, потому что они не хотят воевать. И вот никто не хочет допустить такого общественного возмущения. Это действительно понятно. Поэтому будут скрыто мобилизовать, сказывать все что угодно, но открыто не рискнут. Вы посмотрите, Зюганов и Кадыров заявили, на них ополчились все, даже зэк-патриоты, с рассказами, а где вы, где ваши дети? Уже расправляются эта фраза, которая мне очень нравится. А ваши дети и ваши внуки уже воюют? На каком месте? Какой участок фронта? Где именно? И сразу все закрываются, потому что мы же хорошо понимаем, ни Зюганова, дети и внуки, ни Кадырова, ни чьи-либо другие дети высокопоставленных чиновников в России не воюют. Воевать должен плебс. Это у нас воюют и депутаты разных созывов, и певцы. И министры. И министр, тот же Амелян, и генпрокурор. У нас воюют все. У нас армия народная. Несколько дней назад, вчера, вернее, ну, как бы вчера это произошло, несколько дней назад произошла другая история. Ко мне обратились бойцы ССО, это силы специальных операций. Наша элита, которая заходит на территорию противника, выполняет задачи и тихонечко возвращаются. У нас, знаете, такая шутка есть. Тихо зашел, сделал и ушел. Так вот, они обратились ко мне, потому что подразделение, которому я давно помогаю, необходимы булерьяны. Это специальные дровяные печи для обогрева палаток. Я начал пытаться их достать, а их нигде нету, дефицит сейчас, потому что все заказывают булерьяны. И тогда я звоню директору, не так, собственнику крупнейшей онлайн-компании Украины, розетка, в Израиле, я не знаю, такое. Бого говоря, это украинский Амазон. Я ему звоню и говорю, Слава, вот такая ситуация, мне нужна для наших бойцов такая вот история. Я нигде найти не могу. Но, увы, за своими связями, с контактами, с клиентами, попробуйте мне помочь. Через три часа мне отзвонились уже менеджеры, которые нашли все необходимые булерьяны. Так вот, я вам могу сказать, подумайте, солдат, ну да, хорошо со связью, который знает многих людей, но он звонит собственнику крупнейшего бизнеса, и тот включается в этот вопрос, чтобы помочь нашим солдатам. У нас каждый пытается помочь армии, поэтому наша война народная, а у них классическая имперская колониальная, обреченная на поражение. Я не говорю, какой-то ура-патриотические слоганы, это реальный факт. Для нас вопрос выживания, а для них это вопрос амбиций Путина и некоторых квасных патриотов. И вот за амбиции кого-то другого, россияне, свою жизнь ложить не готовы. Да, ну вот я вспоминаю тоже, как сто лет назад Калантай, одна Калантай пришла и переагитировала целую дикую дивизию. Но в Российской империи, кстати, дворяне служили в армии, графья, все эти князья, они своих детей посылали на воинскую службу, они служили, они участвовали в войнах, в отличие от путинской элиты. Ну вы же не путайте графьев, дворян с честью и порядочностью на НКВДш, на Вохровскую, ГБшнюю мразь. Ну и с кодексом чести в том числе. Конечно, те, по крайней мере, знаете, вот эта вот вся Вохровская, чекинская мразь, она же эту белую кость уничтожала под ноль, потому что на их фоне, как бы они ни пытались, ни пыжились, все равно получались швондеры и шариковы против профессора Преображенского. И это никуда не делось. И знаете как, есть такая шутка, можно девочку вывезти из села, село из девочки не выводится. Так и здесь. Можно на российское быдло одеть хороший костюм от Зеня, часы Филипп Атек, хорошие туфли, и даже попытаться его где-то обучить. Ну вот, где ж ты, суть-то, этому не научиться, этому нас этим надо питать. И вот тут получается интересная история. А пилить бюджеты в России умеют, затыкать людям рот умеют, уничтожать свободу слова умеют, а вот понятие честь и закон умеют только игнорировать. Да, мы это видим очень хорошо. Скажите, пожалуйста, а что на Херсонском направлении, вот по вашим впечатлениям? Там будет наступление? Можно ли ожидать, что в скором времени освободят Херсон? Смотрите, вот насколько гениальный Залужный и начальник штаба Шептала. Они сформировали ощущение, что удар будет на Херсоне, заставили россиян перекинуть туда основные силы. Получив освобожденный участок, нанесли туда удар, расширили линию фронта и провели фантастическую операцию. Пусть россияне ждут где угодно. Возможно, наступление будет не только на Херсоне, а на, например, Запорожском направлении, или же Донецком, Луганском. Смотрите, я знаю только одно. Поэтому армия выполнит приказ главнокомандующего Залужного и добьется нужного результата. На сегодняшний день авторитет главнокомандующего на высочайшем уровне. И армия показывает поэтому максимальные результаты. Поэтому мы подождем чуть-чуть. Сейчас полностью вся Херсонская область находится под огневым контролем. Что это значит? Что каждый мост, каждая дорога, каждая связующая логистическая цепочка находится под огневым контролем ЗСУ. И уничтожается любая возможность доставить оружие, боеприпасы, еду вооруженным силам Российской Федерации. Благодаря этому на сегодняшний день мы можем видеть главное. Панические настроения, фактически демотивацию среди россиян и большое количество дезертиров. Так что вполне возможно, мы освободим его в Черсонскую область сразу после того, когда туда все здесь бегут. А они пытаются бежать? Пытаются? Да. Еще одна информация, которую мне очень интересно с вами обсудить. Несколько дней назад была опубликована фотография сбитого иранского беспилотника. Потом вроде бы стали опровергать это. В общем, еще мы не видели такого однозначного экспертного заключения. Но ряд специалистов говорят, что это, да, иранский беспилотник, шахеды. И он просто там был замаскирован. На нем было написано «Герань-2». «Герань-2» причем. «Герань-2». Вот что такое «Герань» никто не знает. Никто не знает, где «Герань-1». Что вам известно про это, Борислав? Розно столько же, сколько и вам. Мне известно, что был сбит. Говорят, что это иранский. Пока непонятно. Давайте мы дождемся все-таки официального заявления Генштаба и на основании его будем уже принимать за факт то, что нам скажут. Потому что у меня нет информации. А домыслами я не оперирую. Но я хочу сказать, что, вы знаете, все сбивается. Все сбивается. И беспилотники, и дроны, и самолеты, и вертолеты. Все сбивается. И удачно, и успешно. Российские самолеты боятся залетать уже к нам на территорию. Просто боятся. Потому что их уже сбивали и сбивают. Он недавно два экспериментировал. За два часа два самолета. Нормальненько. Когда заходим. Поэтому здесь все очень просто. На сегодняшний день при большом количестве самолетов в России они почему-то не могут их использовать. Подумайте об этом. Тут разные варианты могут быть. Ну, наверное, потому что мы контролируем воздушное пространство. Или у них не хватает запасных частей, пилотов. Или же причины все сразу. И тогда синергия отдается максимально. То есть мы можем говорить о том, что Россия не может использовать свое чистое преимущество против Украины. Да, но я просто к чему я введу, что если иранские беспилотники появятся на украинском театре боевых действий, то у Израиля появляется в Украине непосредственный интерес, неопосредованный интерес. И израильские специалисты в области безопасности захотят сами эти беспилотники пощупать пальчиками, пощупать руками, проверить, опробовать на них, как работают израильские программы, которые эти беспилотники могут там сбивать или перехватывать, попробовать разные там системы, потому что это же уже появляется у Израиля здесь кровный интерес совершенный. Конечно. Более того, совершенно случайно появилась сейчас информация о том, что Израиль продал Польше антидроновое оружие, которое рассчитано именно на эти иранские дроны. И совершенно случайно Польша приняла решение передать это оружие Украине. Я думаю, что это просто в течение обстоятельств, ничего более. Да-да, у нас была эта публикация тоже в ивритской прессе, и даже написали, что правительство закрыло на это глаза. Это правда. Глаза закрыли, а мы сейчас широко открытыми глазами смотрим, где появляются иранские дроны, чтобы использовать на них израильское антидроновое оружие. Да, ну вот, по крайней мере, да, это копия. Но я думаю, что не только оружие, я думаю, что непосредственно израильские специалисты захотят пощупать это своими руками. То есть они приедут туда и будут вместе с вашими ребятами за этими дронами внимательно следить. Ну, мы ничего против не имеем. Я думаю, что Израиль может помогать нам уничтожать иранские дроны, исследовать их. Тут самое главное для Израиля все-таки вспомнить и никогда не забывать, что Россия, как и Иран, не друг. Знаете, мне один политик израильский недавно сказал фразу. Да, мы знаем, что Россия не друг, но она может много гадостей натворить. Да, я не спорю с этим. Но если все время жить в ожидании гадости, то дождешься и не будешь готов. Поэтому легче противостоять сразу всем фронтам. Знаете, на этой неделе в Москве принимали Хамас, делегацию Хамаса во главе с Исмаилом Ханией. Устроили им просто небывало шикарный прием. Потом их возили в Казань, там им поляны накрывали. И, в общем-то, я не знаю, я задавался вопросом, что наверняка им что-то от Израиля надо. Вот зачем они Хамас принимают? Но все-таки вот наши спикеры меня убедили, что это просто вот такая попытка поддержать турбулентность во всем мире и сказать, а вот мы талибов принимаем, вот мы Хамас принимаем, вот мы с Ираном заключаем, вот Северная Корея. Что просто вот мы можем вам сделать столько всяких бед и гадостей, что бойтесь нас? Возможно, потому что, смотрите, они фактически общаются со всеми изгоями, они общаются с террористами, со всеми, они общаются со всеми, кто и коммуницирует, и взаимодействует, что не только общаются, а еще и взаимодействуют, со всеми, кто не рукопожат в мире. Это говорит только об одном, если человек все время мажется в говне, наверное, он все-таки это ему близко, это свойственно, тогда нужен ли такой человек в нормальном обществе. То же самое касается и государства. Знаете, я задумывался недавно о том, что Россия на самом деле это образец того, как не должно развиваться государство, потому что в чем достигла Россия максимума? Вот идеально всегда в чем? В нажимании прав и свобод своим гражданам. Исследования их, в политическом уничтожении свободы слова, в помощи террористическим режимам или же каким-то определенным изгоем. Вопрос, а в чем же польза, в чем КПД, что миру от них? Лес, пенька, нефть, газ, но тогда если их убрать Россию, это же все останется, тогда получается, что это государство, это государство пустоцвет, знаете, как цветок растет, от него никакой пользы и последствий ничего нет. То есть фактически мы говорим о том, что Россия на сегодняшний день это государство, которое взаимодействует с большим количеством террористических организаций или же стран-изгоев, не несет никакого позитива для мира. И вот это говорит о том, что это страна-опасность. Поэтому я считаю, что Россия не имеет перспектив в цивилизованном мире. И это пора всем понять и признать. Кстати, сегодня, если не ошибаюсь, в Сенат США внесли законопроект о том, чтобы признать Россию страной террористов. Но проблема о том, когда это будет рассматриваться. Ну, то есть посмотрим на самом деле. На самом деле, еще раз, если бы этот закон и это решение было принято, хотя окончательное слово всегда за газдепом США, то это бы ускорило падение России. Вы знаете, вот то, о чем вы говорите. Ну, да, ну, понятно, что Россия в основном производит ресурсы. в общем-то, да, я согласен, что по большому счету они так и, в общем-то, не определились. Они действуют только в угоду своих личных интересов. Но, вот говорят, что вот, ну, воровали, и пусть бы себе сидели воровали. Но они перешли какую-то грань, где они из воров превратились в военных преступников, в убийц, и просто, я даже не знаю, не могу подобрать слов нацистов. Более того, я хочу сказать, что то, что сейчас происходит, это действительно мы фиксируем поддержка на государственном уровне военных преступлений. Потому что, когда обстреливается гражданское население, мирное население, когда происходит нарушение законов и обычаев войны, когда мы видим просто какую-то животную жестокость мародерства, когда мы видим, что россияне ведут себя как обезумевшие скоты, а наказания со стороны того и той же России для них отсутствует, мы понимаем, что, да, действительно, они зарвались. И вот тут придется их одергивать. Вчера Урсула фон дер Ляйен сказала, что Россия может не рассчитывать на то, что с нее снимут санкции рано или в ближайшее время. Санкции снимут тогда, когда российская экономика будет разорвана. Многие посчитали, что это громкое заявление, но я общаюсь со своими коллегами в парламентской ассамблее Совета Европы, которые работают из разных стран, знаю про интересные как бы сказать векторы и взгляды, которые там происходят. Они рассматривают Россию как абсолютную угрозу будущему человечеству. Не каким-то отдельным странам строим человечество, потому что Китай, да, опасен, Корея и Северная опасны, но Россия неадекватна, опасна и неадекватна, а вот этот микс уже становится взрывоопасным, поэтому нужно негативировать угрозу. Скорее всего, что многие в это не очень сильно верят, но Россия будет расчленять на несколько государств. И для России это не худший вариант. Борислав, спасибо вам большое, что нашли время и приняли участие в нашем эфире. С нами на связи был Борислав Береза, депутат Верховной Рады 8-го созыва, бывший член делегации в ПАСЕ и автор телеграм-канала «Березовый сок». «Березовый сок» неизвестен на «Березовый сок» «Березовый сок» неизвестен «Березовое сок» еphabet